Стратегически надо думать и надо уже к этому готовиться, к тому, что мы, как специалисты, будем востребованы обществом, людьми, в качестве людей, которые понимают, как жизнь работает, что с человеком-то происходит в этой жизни. Может быть, я немножко звучу фантастично, но я в свое время, когда занимался популяризацией психотерапии, меня тоже все смотрели как на психа. Я помню, у нас была газета «Калейдоскоп» в Петербурге. Это что-то типа газеты «Жизнь». А я опубликовал статьи, чтобы организовать трафик пациентов в клинику неврозов имени Павлова. Потому что у нас бесплатная помощь, все в порядке. Люди не идут просто. Ну, понятно, кто пойдет, психушка там, все. Он же ненормальный. Да, значит, я помню, я подписывал эти статьи свои, писал врач-психотерапевт Андрей Курбатов. И мне говорили, так, значит, вы распугаете наших пациентов. То есть в газете, в которой публиковали инопланетян, там, какой-то садомаза жуткий, там, еще что-то, пятое-десятое. Значит, вот только не психотерапевты. Это будет чересчур для нашей. Ну, сейчас, видите, эта штука сменилась уже, мы сможем с юмором это воспринимать. Вот, но вот следующий этап, с которым мы столкнемся, это вот такое, какое-то очень объективное и глубокое понимание природы человека. Такой нервно-научный подход к тому, чтобы собирать все разрозненные знания о человеке для того, чтобы их адекватно применять с точки зрения устроения новых типов социальности, которые, ну, очевидно, будут формироваться. Вот, потому что социальность будет другой, понимаете, другая будет работа, другая будет личная жизнь, другая будет воспитание, другие будут жизненные цели и так далее. Вот, люди никуда не денутся, они, возможно, будут меньше размножаться. Вот, мы сейчас приходим, подходим к этому знаменитому демографическому переходу, о котором Капица предупреждал. Вот, и эта проблема большая. Вот, Маск, он там, говорит, все, значит, рожайте детей, все рожайте. Вот, я очень за. Вот, проблема состоит в том, что люди внутренние не способны сейчас к таким героическим шагам в новом дивном мире. Значит, кто-то, понятно, делает, кто-то думает, один экземпляр достаточно. Вот, значит, задача выполнена. Вот, ну, демографический переход, очевидно, нас ждет. Суть демографического перехода, что мы, наше население, должны в 10 раз уменьшиться. Ну, это по расчетам. Это Капица не предлагал, он просто показывал, как развивается математическая функция и как происходит так называемый переход к уменьшению количества. Вот, ну, как это происходит, было описано хорошо в Колхуном, в его знаменитом крысином эксперименте. Вот, значит, но мы в каком-то смысле, в общем, все действуем, как прописано. Вот, это печально, но это факт. Но вопрос в том, что наша задача, она будет вот на следующем этапе, она немножко изменит свой, как бы, репертуар. Может быть, ну, вот я использую слово адаптолог, учитель жизни, там еще что-то, но я не знаю. Но это какая-то функция, когда мы должны будем человека сопровождать, потому что никакая внешняя структура его не организует таким образом, чтобы он не был опасен сам для себя. Вот, потому что люди в целом опасны сами для себя. Об этом говорят зависимости, об этом говорят, этот, как, вот, всякое разное социальное поведение и так далее. Человек сам для себя опасен, если его, как бы, структуры, социальные институты не организуют, а они перестали их организовывать. Ну, там, я не знаю, многие из вас работают в школах, вот, но вот это то, что со школы сняли функцию воспитания и очень гордились тогда принятием этого закона, вот, а сами учителя превратились в людей, которые оказывают услуги, вот, вот, ну, как у нас оказывали услуги в Советском Союзе, вот это вот, мы к этому и прикатились, вот, потому что мы не умеем оказывать услуги. У нас или служение, вот, или сами вытрите за собой. Помните советские услуги, да? Да, вот, да, мы к этому и прикатились. Вот, поэтому, если говорить про то, что меня беспокоит, это беспокоит, вот, то, что нам сейчас, как бы, выпадет общество, выпадет человек, выпадет время, вот, к которому мы, как специалисты по человеку, не готовы. Вот, и, вот, стратегически, конечно, мне бы хотелось, чтобы мы, мы постепенно как-то начали осознавать вот эту вот актуальность нашей профессии, да, вот. Потому что, опять же, вот, хорошая, плохая, не знаю, сейчас, ну, видимо, не очень хорошая, да, ну, значит, сейчас, вот, психолога в том виде, в котором мы, как бы, привыкли про них думать, вот, такой гипотетически обобщенный образ, вот, конечно, будут менять эти генеративные модели. Значит, сейчас просто проблема состоит в том, что, значит, система работает на вход. Ну, то есть, если бы к нам приходили пациенты и должны были бы сами все рассказать, что нам нужно знать, чтобы им помочь, вот, то, значит, это был бы уже суперуспешный, инструмент, вот. Наш талант состоит в том, что мы и навык, да, в том, что мы можем так распространить пациента, так развернуть его внутреннюю картину, систему его переживаний, последовательных событий, там, и так далее. Но это мы разворачиваем в своей голове, потом ему это объясняем, да, у него как-то там одно с другим начинает сопрягаться, он говорит, ага, вот он что был. Ну, вот, ну, скоро эта система научится разговаривать, ну, потому что главная ставка сейчас делается на, в принципе, не то, что людям помогать, а индивидуальные помощники, то есть, понятно, что все хотят каких-то персонализированных взаимодействий с любой компанией, неважно, что это, значит, технологическое производство или как бы любая другая сфера услуг, вот. И все компании заинтересованы в том, чтобы создать такой интерфейс, чтобы вы, взаимодействуя с ним, чувствовали, что вас любят, ценят, делают все, что вам нужно, способны выяснить у вас, что вам нужно, способны рассчитать, что вам нужно, там, и так далее. И вот тут этот, наша конкурентная, так сказать, по сути дела, они создают психологов, которые могут реконструировать другого человека, понимать его какие-то ценности, интересы, вот, дальше просто будет остаться, внести туда определенные базы знаний, и он как бы оживет как специалист. Это будет дешевая психологическая помощь, которая в объеме будет оказываться большим. Но эта система не сможет понять, что вообще в целом происходит в каких-то системах, да, система человека в целом, система его социального круга, в котором он находится, система, значит, его той или иной деятельности, неважно финансовая, ну, то есть бизнес-деятельность, это работа, самореализация и так далее, вот. Вот, и для этого потребуются вот специалисты вот этого нового качества, вот. Но такого специалиста невозможно родить. Вот просто взять, давайте мы отправим в школу, всех вас посадим за парты и расскажем вам, как системно понимать человека. Так не работает. То есть мы это можем все освоить только из взаимодействия непосредственно с человеком. И почему вот важна профессия сейчас психолог-консультанта, потому что это еще последняя, может быть, возможность как бы с человеком разговаривать, потому что больше с ним никто не разговаривает. И ему даже уже перестали говорить, ему просто показывают, вот, такие черлидерши, значит, из Инстаграма, запрещенной в России, сети, вот, и так далее. Вот, ТикТок, тоже, видимо, запрещенный. Вот, ну, неважно откуда, вот, и ВКонтакте вообще там жуть. Вот, ну, то есть там то, что смотрят дети ВКонтакте, ну, я не знаю, вы это проверяете? Не, ну, там все, они все деструктивные, все, что-то рушат, поджигают, ломают, прыгают, терроризируют и так далее. Там, черт вступишь-то, это страшное дело. Вот, но неважно. Да, в общем, короче говоря, вот, стратегически я бы думал вот как-то вот, вот, чуть дальше. Вот, потому что я сейчас расскажу, как я думаю, надо в принципе учиться психологии. Ну, как я ее понимаю, как мы пытаемся делать. Но, вот, стратегически, вот, мне кажется, что мы должны готовиться, как бы, к чуть более объемному пониманию, системному пониманию происходящего и психологии человека, его фактических потребностей, потому что в этом будет, ну, вот, через шаг очень большой запрос.